Лида – красивый, старинный белорусский город. Проживает здесь более 100 тысяч человек. Населенный пункт активно развивается, строятся дороги, мосты, целые кварталы. Один из новых районов – Северный. В нем расположился спальный сектор, в том числе для представителей вооруженных сил. В этом городе в этом году построено более 100 квартир. Счастливыми обладателями арендных квартир станут военнослужащие этого гарнизона, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Что касается реализации 37-го указа, в настоящее время уже более тысячи квартир были построены и сданы в эксплуатацию по всей территории Беларуси. Мы планируем к концу 25-го года завершить строительство более 100 тысяч квадратных метров для военнослужащих. Военным Лидского гарнизона надолго запомнится этот теплый августовский день. Десяткам семей вручены ключи от арендных квартир. Рядом детские сады, школы, торговые центры – все в шаговой доступности. Ждали жилье, появился второй ребенок и стало мало места. Стали на расширение. Ну вот и получили, конечно, рады. Теперь у каждого по своей комнате. Приходишь домой и знаешь, что у тебя есть твой угол. Планируем в дальнейшем приобрести эту квартиру в собственность. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю воины ВВС и ПВО следят за безопасностью в небе. Воздушный контроль – сложная многоуровневая задача, отнимающая много энергии. Как отмечает Артем Сингалевич, решение жилищного вопроса позволяет сосредоточиться на службе. Получили. Трекомнатная квартира. Мы очень довольны. Квартира большая, будет со временем отдельная комната для ребенка. Потому что до этого мы жили в однокомнатной квартире, там с ребенком было бы очень мало места. И кухня тоже большая. Мы очень довольны. Каждому тут найдется уголочек. Обеспечение безопасности страны требует от военных полной самоотдачи. Восстановить силы в уютной квартире рядом с счастливыми близкими гораздо легче. Оборудное ведомство понимает это и делает все возможное, чтобы каждый военнослужащий обладал комфортным жильем.